Ситуация с утеплением многоквартирных домов в городе оставляет желать лучшего. Мягко говоря, их в Даугопилсе немного, хотя объективных причин для такого положения дел вроде бы и нет. Обслуживающая организация в лице предприятия жилищно-коммунального хозяйства обещает максимально способствовать процессу реновации и многие организационные моменты берет на себя. Первое, что надо сделать, это провести общее собрание жильцов и запустить процесс. В первую очередь жителям нужно понять, как они теряют теплоэнергию. Для этого нужно на собрании принять решение, чтобы дом провел энергоаудит и получил энергосертификат. Исходя из показаний, которые есть в энергосертификате, ПЖКХ дает заедание на проект, формируется проект и после этого уже строители, исходя из проекта, предлагают цену. Заметим, что расходы на энергоаудит, а также на составление проектной документации софинансирует Даугопилская городская дума в размере 80%. В зависимости от дома цена энергоаудита составляет 400-500 евро. Другими словами, жильцам он обойдется до 100 евро на весь дом. Поделите эту цифру на количество квартир в доме, и вы получите стоимость процесса для одного домохозяйства. В зависимости от показателей энергоаудита будут спроектированы и работы по утеплению. Простой пример – дом на Ятнику-88. Здесь, кроме утепления фасада и цоколя, утеплили подвальные перекрытия. Кроме того, заменили инженерные системы дома. На данном адресе были предусмотрены и реализованы работы по замене магистральных сетей водопровода, канализации магистральных сетей, соответственно, теплоснабжения, заменены в квартирах радиаторы на новый тип, установлена система считывания локаторов. У жильцов появилась возможность самим регулировать подачу тепла в квартиру, тем самым выбирать удобный режим отопления в зависимости от погодных условий. Кроме этого, за тепло здесь платят в два раза меньше, чем в среднем по городу. Если взять цены по декабрю 2017 года, то средняя цена по всем домам, которые обслуживаются в ПЖКХ, была евро 15 центов, плюс ПВН. У этого дома, Ятникова, 88, цена была 48 центов, плюс ПВН. Даже с учетом кредита, они все равно платят меньше, чем в средней стоимости. Мы же не говорим о том, что до реновации эта стоимость была еще в разы больше. То есть сегодня все дома, которые прошли полную реновацию, можно говорить о том, что в утопительные сезоны, даже с учетом кредита, они все равно продолжают экономить. А вот еще один дом, Накандовас-4. Его жители уже успели рассчитаться с кредитными обязательствами. Кредит был, жители брали на 5 лет. Сегодня жители платят в два раза меньше, если брать цифры за декабрь, чем средняя цена у всех остальных домов. И при этом уже кредит выплачен. То есть жители уже живут в ПЖКХ. Рыночная цена квартир в этом доме заметно выросла. Да и жители получили более комфортное проживание и не жалеют о потраченных средствах. Если я, насколько помню, 18 евро мы платили со всеми колебаниями в месяц за кредит. Ну вот смотрите, минус 18 евро и минус половина от той суммы за тепло, которое сейчас платят жители в зимний период времени. И плюс, конечно, большое то, что мы сами можем регулировать необходимое количество тепла в зависимости от погодных условий. Кроме того, в реновированных домах заметно снижается плата за обслуживание, что вполне логично, ведь резко сокращается объем текущего ремонта. Жилой фонд в городе старый. От того, насколько долго он еще прослужит, зависит от самих жильцов, собственников домов. Отметим только, что государство готово разделить затраты на реновацию многоквартирных домов с владельцами недвижимости и оплатить 50% от стоимости этих работ. Воспользоваться ли предложением? Выбор за вами!